здравствуйте сегодня мы посмотрим настольный проигрыватель стереорама 2000 делюкс проигрыватель выпускался в италии в первой половине 70-х годов прошлого столетия по заказу фирмы reader's digest производитель устройства неизвестная фирма неотрон в интернете высказываются предположения что эта фирма была специально создана для производства этого устройства проигрыватель продавался во многих странах европы несмотря на возраст состояние устройства вполне приличные крышка в очень хорошем состоянии в устройстве установлен чейнджер известного английского производителя bsr и стереофонический транзисторный усилитель есть насадка для чейнджера на 45 оборотов есть обычный адаптер же пластинок на 45 оборотов и есть шпиндель для ручного управления также есть инструкция на французском языке в инструкции даже есть принципиальная электрическая схема усилителя устройства есть распайка выходных разъемов и входных что интересно что на одной из ног выходного разъема питания есть напряжение 14 вольт все агрегаты устройства расположены на верхней деке корпуса блок питания усилитель и панель разъемов проигрыватель попал ко мне больше десяти лет назад поэтому я уже не помню что и как в нем ремонтировал для сегодняшней презентации я смахнул пыль почистил и смазал ролик и диск проигрыватель достался мне без колонок эксперименты показали что усилитель вполне нормально работает широкополосными динамиками но вот современные многополосные колонки усилитель не раскачивает на передней панели проигрывателя расположены включатель питания регулировки усилителя громкость баланс и два темброблока отдельно для правого и левого канала каждый темброблок имеет две регулировки низких и высоких частот также на панели находятся кнопки коммутации режим стерео мода этот ряд кнопка коммутирует либо проигрывание пластинки на колонке либо запись на внешнее устройство на магнитофон и третья кнопка коммутирует вход то есть это для проигрывания с пластинки или проигрывание с внешнего источника на верхней панели находится блок разъемов выходы на левую правую колонку вход с внешнего источника например с магнитной лентой и вывод на внешний источник например на магнитную ленту тендер имеет три скорости 33 45 и 78 ручная установка размеров пластинок 12 10 и 7 дюймов и управление проигрывателем ручное или автоматическое тендере используется керамический звукосниматель bsr sx 6 м в свое время я купил запас такой звукосниматель и к нему несколько иголок модель st12 иголки двухсторонние на 78 оборотов и на 33 оборотов я попробовал в этом устройстве оба звукоснимателя и старые новые оказалось что они звучат одинаково поэтому я оставил старый звукосниматель но установил в нем новую иглу посмотрим на работу проигрывать ручной режим установим шпиндель ручного режима пластинку и переключатель режима работы переводим в положение старт естественно предварительно мы выбрали скорость воспроизведения 33 теперь можно вручную поставить звукосниматель на пластинку и также перемещать его вручную в любое другое место для того чтобы остановить воспроизведение нам нужно вернуть она на стойку и перевести подключатель положение стоп теперь посмотрим как работает автостоп в ручном режиме автостоп работает в двух режимах и зависит это от положения рычага опускания пластинки если рычаг опускания пластинок опущен вниз в центре пластинки и проигрывание подошло к концу то автостоп вернет тонар на стойку и отключит воспроизведение если же рычаг перевести верхнее положение включить ручной режим воспроизведения то пластинка будет воспроизводиться сначала повторно до тех пор пока мы не выключим проигрыватель естественно для этого работ правильной работы этого режима должен быть выбран правильный размер грамм пластинки в данном случае у нас пластинка 10 дюймов и переключатель размера стоит на 10 дюймов в этом же режиме когда выключатель находится наверху можно воспользоваться автоматическим режимом запуска в этом случае проигрыватель перейдет в режим бесконечного проигрывания пластинок теперь смоделируем мне кончание автостопа срабатывание автостопа окончания пластинки еще раз теперь как выключить выключить можно тем же самым традиционным способом то есть взять тонар повернуть его на стойку и вернуть переключатель в положение стоп другой способ во время воспроизведения аккуратненько опустить рычаг пластинок в этом случае как мы знаем автостоп сработает и проигрывание пластинки прекратится осмотрим автоматический режим я заранее установил шпиндель для автоматической подачи пластинок вот у меня есть две десяти дюймовые советские старые пластиночки так размер 10 дюймов скорость 33 оборота пуск переводим в режим авто пошла первая пластинка в любой момент мы можем прервать воспроизведение этой пластинки и перейти к следующей путем перевода переключателя в положение авто после того как все пластинки со шпинделя будут проиграны а нам вернется на место и проигрыватель выключится в заключение послушаем старые мелодии и посмотрим как работает чейнджер в комплекте есть адаптер чейнджера для пластинок на 7 дюймов поэтому я подобрал три маленькие монофонические пластинки на 45 оборотов все пластинки были выпущены в начале 60-х годов прошлого века запись через микрофон с колонок не передает звучание проигрывателя однако благодаря тому что у проигрывателя есть внешний выход я записал звучание пластинок прямо со звукоснимателя и наложил на запись работы проигрывателя записанную через микрофон приятного вам прослушивания а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!